Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскресе! Во имя Воскресе! Как вы слышали, братья и сестры, женщины пошли на гроб, носили с собой ароматы, чтобы совершить дело последней любви, никак не влияющая на общую трагедию. И нашли без всякого ожидания, поочечаяние, нашли гроб пустым и камень отваленным. Камень, заваливавший гроб, был, говорят, похож на шайбу по форме. И там такие желоба были на земле каменные, и он задвигался, как бы закручивался, то есть закатывался. И для этого нужны были сильные мужские руки, чтобы несколько мужчин откатили его, а они шли без всякой надежды на то, что сделают что-нибудь полезное. А нашли радость всему миру, как поется. Все бы прииди крестом, радость всему миру. Ангел сказал им, спросил вернее, что ищете живого с мертвыми? Иисуса ищите, Назарянина распятого нет здесь, он восстал. Значит, отсюда мы видим следующую цепочку. Во-первых, что ангелы говорят женщинам, потом женщины скажут апостолам, потом апостолы скажут всем остальным. В мире всегда есть такой цепочке передачи благодати, знаний, умений. Весь наш мир создан из цепочек, внутри которых передается полезное или злое. Школа – это сложнейший инструмент передачи знаний от поколения к поколению, постоянно накапливающихся и усложняющихся. Церковь – это транслятор одной из самых главных радостной вести, что во Христе Иисусе побеждена смерть. И нужно, чтобы всей победившей смерть Христоса Иисус был с нами и мы с Ним, чтобы в Нем и мы были причастниками победы над смертью. Эти мысли транслируются. Ангелы – женщинам, женщины – апостолам, апостол нам всем. Даже можно вспомнить сегодня, кто вам первый сказал, что Христос воскрес? Это дорогой человек, наверное, в вашей жизни. Кто первый вас позвал на все ночные бдения воскресные? Вспомните тех, кто первый вам сказал, что Бог есть, и что Сын Божий в мир пришел и умер за грехи людей и воскрес из мертвых. Повторяю, что это дорогой для вас человек. Кто вам сказал? Может быть, вам много раз говорили, но вы не слышали, как бы, ну, ухом слышали, сердцем нет. Но был кто-то, кто сказал, и вы вдруг услышали это не только внешним ухом, но и внутренним, сердечным ухом. Потом, кому вы сказали, что мы же тоже в эту цепочку вплетены? Кто-то сказал вам, кому-то сказали вы, и так оно и живет из поколения в поколение. Значит, мы должны быть включены в эту цепь. Поскольку мы дети апостольской церкви, то рано или поздно людям дается возможность стать немножко апостолом для кого-то из неведущих людей. Допустим, там, если этому должны заниматься постоянно, даже употребим такое горбатое слово профессионально, должны заниматься священники, специальные миссионеры, то, в принципе, каждый из вас может вспомнить сегодня не только того, кто вам сказал когда-то о воскресшем Иисусе Христе, но даже вспомнить какую-то ситуацию, когда вы вдруг без приготовления, без каких-то прочитанных специально книг, вдруг превращались в проповедника. Это может быть в вагоне поезда, это может быть в длинной очереди какой-нибудь, зачем-то, не знаю, чем-нибудь сложным или дефицитным. И вы там стоите, вдруг разговорились, тебя спросили, и ты вдруг начал говорить, я сам душу, откуда я это знаю? И тебе так сладко, и ты говоришь, и ему сладко слушать, и тебе сладко говорить, и ты чувствуешь, что здесь что-то происходит такое. Кто-то здесь есть такой посередине, который все это устроил. Ему открыл уши, тебе открыл рот, и пошла вот эта вот чудесная такая сказка, такая началась евангельская, то есть началось спасение человека. Вы должны, в принципе, через 3, 5, 10 лет своей жизни уже иметь за спиной у себя несколько таких историй. Потому что вы являетесь носителями веры, самого главного в вере, что есть, что Иисус Божий Сын умер и воскрес. За меня, за тебя, за всех людей, он новый Адам. Первый Адам из земли, из праха, второй Адам Господь с небесе, и каков перстны таковы и мы с вами пока, а каков небесны, таки и мы со временем будем, как он нам обещал. Так что, братья и сестры, существуют живые цепи предания, цепи апостольства. И бывает, что, например, там какая-нибудь женщина, например, священника не спросит, побоится, постесняется, там где-то его еще найти надо, чтобы спросить, а подружку спросит. И вы должны быть той подружкой, которая скажет правильные слова в нужное время нужному человеку. Так просто, как ей нужно. И не нужно много сильного, там большого, умного. Академику нужно поумнее, а подружке вашей нужно по-простому. Вы должны быть готовы. Студент студенту, спортсмен спортсмену, солдат солдату, хозяйка хозяйки, бабка-бабки, дитё-дитю. Мы должны все рассказывать друг другу, если вдруг Бог нам это даст. Если Бог вам такого не давал еще ни разу, значит, вы не знаете, что такое сладкое апостольство. Что такое дар Божий, когда тебе, через тебя, тобою, как скальпелем, хирург делает операцию. Через тебя Господь кому-то вкладывает самые нужные слова. Вы знаете, что ангелы больше с небес сходить не будут. Вот мы сегодня читаем, что ангел сказал женщинам, Иисуса ищите, Назарянина, распятого, не ищите, нету его здесь. Он восстал. То есть ангелы были благовестниками Рождества, слава Вышних Богу. Ангелы были благовестники Воскресения, ангелы были благовестники Вознесения. Вознесся с Иллионской, говорит, что вы стоите, зряще на небо. Ангелы сказали, идите в Иерусалим, ожидайте обещанного свыше. Но больше ангелы нам ничего не скажут. Ангелам не угодно Богу, чтобы теперь ангелы вразумляли людей. Был один архиерей святой, древняя такая повесть есть церковная, который имел святую душу и чистые помыслы. И возле него всегда на литургии был ангел. Но он добавлял от себя в символ веры какое-то ненужное слово. Оно было полуеретическое, полуошибочное, какое-то ненужное что-то было в этом, он что добавлял. Это, может быть, было еще до Первого собора никейского, когда не было одного символа на всех христиан, когда в каждой церкви был свой символ. Крещальный и литургический. И вот этот святой человек молился, и ангел Божий молился с ним. А когда-то с ним пришел кто-то другой послужить, и он с ним служит и молится, и вдруг слышишь, что это владыка читает какие-то молитвы, символ веры, что-то добавляет, что-то ненужное, какое-то вредное, какое-то глупое. Он говорит, владыка так нельзя, вы что-то тут ошибаетесь. А он поворачивает лицо к этому ангелу, говорит, он прав? Говорит, ангел, говорит, а что ты молчишь? Говорит, Богу угодно, чтобы люди исправляли людей. Мы бы поумирали, если бы архангел Михаил взялся за наше исправление. Если бы Господь приказал ангелам нас исправлять, нам конец. Как говорил, Ургибад заговорил, допустим, и вы хотите, чтобы в ваших церквях ангелы служили, когда люди осуждают своих священников? Вы хотите, чтобы ангелы служили в ваших церквах вместо простых попов земных? А если бы ангелы реально служили в ваших церквах, вам смерть, они бы вас не жалели бы на исповеди, они бы все грехи бы секли бы мечом сверху вниз, потому что они не знают, что такое грех, они знают, что такое Бога прогневать, это они знают. А сострадания нет у них, они не знают, что такое семья, дети, устал, хочу есть, заболел. Если бы ангел вышел с алтаря, сказал всем, мир всем, то тут бы все упали с острыху. Поэтому Богу угодно, чтобы не ангелы с небес больше приходили к нам. Это было, это иногда бывает, но в общей массе, как закон Божий, люди исправляют людей. Один услышал, сказал другому, один уверовал, зажигает другого. Как свечки. Когда есть тысяча свечей, и ни одна из них не горит, ну все, ищите зажигалку. Если одна свечка горит, то может от одного маленького огня зажечь миллионы маленьких огней. И да будет вам известно, что вы должны для того и учиться христианской вере, и молиться, и упражняться в разных благих делах, для того, чтобы в нужное время Богу было кого к вам послать. Какая-нибудь старушка в больнице спросит такую же старушку на соседней койке. Говорит, что ты там читаешь в своей книжке? Она скажет, я читаю вечерние и утренние молитвы. А что там такого интересного в этих молитвах есть? И ты вдруг можешь стать для нее апостолом на краю гроба уже. Уже на краю могилы может быть. Ты больная, она больная. Но она не верит, а ты веришь. И ты вдруг начнешь ей говорить, и вдруг откуда что возьмет, скажешь, Господи Иисусе, это ты здесь, наверное, есть. Потому что я ей говорю, она слушает, и мы обе плачем. Каждому из нас дано быть таким маленьким апостолом, как те бедные перепуганные мироносицы, которые узнали от ангелов, потом боялись кому-то сказать, но потом сказали. Это же они сказали всем. И Иисусан говорит, скажите ученикам его, скажите ученикам, и Петру отдельно. Петру хуже всех, он предатель. Идите, скажите ему, и им, и им. И они сказали. Так что, братья и сестры, заметьте в своей жизни эти святые цепи. Вспомните того, кто вам сказал, что Христос живой. Кто вам вообще сказал, что Христос есть. Кто-то вам сказал, и вы ему поверили, и говорит, а теперь я знаю, что Христос есть. И что Христос живой, я знаю. Теперь я знаю, что Он моя надежда. Теперь я знаю, что я раньше там жил, и я не думал про Христа. Теперь я знаю, что Иисус Христос – это моя надежда. Это моя скала. Это мой хлеб. Это мой воздух. Это исцеление души моей. Это вечная жизнь воскресшей плоти моей в будущем. Это вообще радость моя, это смысл жизни моей, это моя надежда. Иисус Христос, но кто-то же тебе дал такое богатство. Это же тебе не во сне, не Михаил Архангел тебе принес. Какой-то человек тебе рассказал, или какую-то книжку тебе дали, ты прочел ее, и она тебе зашла в самое сердце. И ты стал другим человеком, другие мысли появились. Есть такие люди в этой цепочке, и вы должны быть такими людьми. Если отдать проповедь Евангелия только на священнические плечи, то это будет непосильный труд, и Евангелие превратится из большой реки в маленький ручеек. Евангелие должны проповедовать в катехизационных школах, в семьях, мамы, папы, студенты, преподаватели, офицер-солдатам, докторам, своим патронажным сестрам, кому-то один другому, мы должны разносить, благовествуйте день от дне спасения Бога нашего. Но в частности для этого мы тоже и в церковь ходим, чтобы всякий спросивший нас, чего ты туда так часто ходишь, спрашивают люди. У тебя что-то грехов много, что туда ходишь. Как бы невдомек им, что хорошо человеку в церкви, что он как будто припадает к живому ручью, утоляет жажду, что ему хорошо здесь, что душа его хочет здесь быть. Даже если ноги болят, а душа хочет здесь быть. Понимаете, люди этого не знают. Кто-то же должен им рассказать. Этими, кто должен им рассказать, мы к этой цепочке должны присоединиться. Не кто-то там, где-то, пусть они себе там книжки читают, и все морска. Стой, подожди. Ты веришь в единую святую соборную апостольскую церковь? Да. Ты к ней принадлежишь? Да. Ну, значит, апостольский труд каким-то краешком касается и твоего плеча. Вот то, что мое сердце вашему сердцу сегодня хочет сообщить в вечер накануне воскресного дня. Аминь. Христос воскресе! Повище на воскресе! Помазывайтесь, не разговаривайте в церкви. Лишний раз по церкви не ходите. На помазание, на испови, там кому надо, что значит такое. И продолжайте молиться. Служба прошла уже две своих трети, осталась еще одна треть. Домолите ее. Раньше христиане, к стыду нашему, всеночное обдение называли всеночным, потому что оно и было всеночным. Начинали часов в 10 вечера и заканчиваются в 5 утра. И когда говорил священник, слава тебе, показавшим нам свет, в это время действительно брежжил свет и вставало солнце. А они бедные, значит, или счастливые, 5-6-7 часов простоявши на ногах, встречали рассвет воскресного дня, как мироносицы, и причащались на рассвете святых тайн. А мы сегодня всеночные называем 2,5 часа богослужения. И даже эти 2 несчастных с половиной часа люди стоять не могут. Болтают, ходят, устают, садятся, встают, что-то там в телефон смотрят, короче. Короче, нужно это все тоже немножко подчищать. Нужно молиться больше, молиться внимательней, отдавать Богу духовную жертву. Поэтому продолжайте молиться, меньше болтайте, меньше ходите. Делайте только то, что нужно, а что нужно, не делайте. Аминь. Канон. Аминь. 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 Аминь.